У нас, к сожалению, произошел вопиющий случай, обвалился дом и 23 семьи у нас осталось без жилья. Поэтому мной было принято решение передать 23 квартиры на баланс города для того, чтобы они могли выдать пострадавшим людям квартиру. Чтобы все люди заехали в новые, хорошо сделанные, оборудованные квартиры. Сегодня я подписал постановление, и с сегодняшнего дня квартиры уходят на город, и я думаю, что либо сегодняшний, либо завтрашнего дня уже начнут выдавать ключи и артера, и люди начнут заезжать. Форма собственности будет в зависимости от того, как там было? Форма собственности будет ровно такая, как нам трактует закон. Дело в том, что когда произошло обрушение дома, людям предлагали переехать в маневренный фонд. Но вы, наверное, все были свидетелями, что такое маневренный фонд. И думаю, вы все свидетели, что такое те квартиры, которые передаются сегодняшний день. Понимаете? Это небо и земля. Но я скажу больше. Я готовлю еще и распоряжение о выделении еще 50 квартир, но только уже врачам, нашим социальным работникам. Ну, может быть, где-то там и фельдшера, может быть, и митилцы где-то получат. Вот мы решили все-таки, что нужно всеми имеющими у нас сегодня законными способами поддерживать и давать возможность, чтобы люди имели свое здоровье. Это, например, поощрение тех, кто вот с повидом борется или вообще это другое направление? Нет, значит, есть решение, которое я принял и которое уже озвучено и оно уже реализовывается. К 2023 году мы должны добиться в Хабаровском крае ситуации, при которой ни один врач, ни один долго работающий медицинский работник не будет у нас на улице, скажем так. Или самостоятельно решать свои проблемы. То есть мы должны обеспечить всех наших врачей, независимо от того, где они проживают, в сельской местности, в Хабаровске или в Кусомольске, жильем. Сегодня эта программа практически реализована по сельской местности. Там, где есть недоработки, там экстренностью решается. Но большая проблема у нас по Кусомольску и в Хабаровску. По Кусомольску мы приступили к строительству 200-квартирного дома на парусе, где будут выделены квартиры именно для... Ну, там и квартиры будут и даже воспитателям детских садов, ну, некоторым, хотим говоря, и даже библиотекарям. Вот. Ну, и в Хабаровске мы тоже планируем, сейчас смотрим, подбираем участок земли, тоже строительство, может быть, одного, либо нескольких домов. Либо посмотрим, будет идти комплексная застройка, и в этой комплексной застройке часть квартир выделять именно под наших работ. Ну, мы должны показать не просто на словах, а на деле, что нам действительно сегодня необходимо решать эти вопросы. Нам нужны медицинские работники, нам нужны учителя, нам нужны библиотекари, воспитатели. То есть все те, кто, в принципе, сегодня делает нашу жизнь. Ковид, он как бы сам по себе, а решение квартирного вопроса само по себе. Потому что я сам был молодым врачом, не зная, что это такое жить без квартиры, когда тебе приходится работать очень-очень много.